Счетная палата России проверит расходы бюджета на стройки Комсомольска на Амуре. Речь идет об объектах ЖКХ, которые вошли в долгосрочный план развития города. Проверку инициировал полпредпрезидента ВДФО Юрий Трутнев. Она затронет Минвостокразвития, Корпорацию развития Дальнего Востока и профильное министерство Хабаровского края. Такую работу федеральные ревизоры запланировали на текущий год. Репортаж Ксении Брониславской. Долгосрочный план развития Комсомольска приняли в 2016 году. В него вошли 40 объектов, которые нужно построить или капитально отремонтировать. Они охватывают многие сферы жизни, но Счетная палата будет проверять только то, как тратились бюджетные деньги на объекты коммунального хозяйства. Федеральные ревизоры проверят 12 объектов ЖКХ. В их числе комплекс по очистке воды. Его особенность в том, что воду будут брать из подземных источников. Строительство началось еще в 2005 году, но работы остановили. Сегодня объект почти готов, но за 15 лет изменилось законодательство. Для запуска нужно заново подтвердить запасы подземных вод, а также выполнить новые пожарные и экологические требования. А это дополнительные затраты. Выделено 12 миллионов рублей на необходимые работы по допроектированию. По предварительным оценкам необходимо на полное завершение данного объекта еще около 250 миллионов рублей. Еще один ключевой проект – реконструкция двух подстанций. От них зависит электроснабжение центрального района Комсомольска. Работают полностью завершены. Кроме того, по данным мэрии, вот-вот завершится строительство инженерных сетей к микрорайону Парус, где возведут жилые дома. В следующем году ответственные за долгосрочный план намерены приступить к реконструкции очистных сооружений Комсомольска. Впрочем, счетная палата проверит расходы только на те объекты, на которые уже были перечислены бюджетные рубли. Реализация долгосрочного плана оценивается в 62 миллиарда рублей. Ксения Брониславская, Телеканал «Губерния».